Церковь Давайте будем говорить Ему от всего сердца эти слова Господь, вот мы, используй нас На этом месте, Иисус Возвеличиваем Тебя, наш Царь Прославляем Тебя, Твое Святое Имя, Иисус Используй нас Используй меня, Бог Я верю в Свою Я доверяю жизнь свою Используй меня, Бог Используй меня, Бог Я верю в Свою Господь, мы доверяем Тебе Свою жизнь Мы доверяем Тебе, Своей семье Вот мы Используй меня, Иисус Я верю в Свою Я доверяю жизнь свою Мы благодарим Тебя, Дух Святой За Твое божественное присутствие на этом месте И все, чего мы ожидаем, Господь Это Слово Твоего Слово, сшедшего с небес Мы хотим сегодня больше познать Тебя Как Своего Царя и Спасителя Мы хотим больше приблизиться к Тебе, Иисус И мы просим Тебя, Дух Святой Исцеляй нас Исцеляй наши жизни Мы хотим преображаться, Иисус В образ Твоей чистоты В образ Твоего подобия Слава, Иисус Веди нас Наставляя нас Словом Своим И я молюсь о том, чтобы сегодня На этом месте Твое присутствие, Дух Святой Оно сокрушало твердыни Разрушало всякое ермо греха и болезни Чтобы Слово Твое Оно было живо и действенно И направляло нас на истинные пути Твои Доверяю каждого на этом месте, Господи, Тебе И молимся, Господь, чтобы Ты говорил сегодня в нашу жизнь Молились Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа Нашего Господа и Спасителя И все согласны это скажут Аминь Давайте воздадим славу нашему Господу Он достоин, чтобы имя Его Святое Прославлялось на этом месте Аминь, церковь Хорошо Спасибо вам, благословенные Вас сегодня немного, но вы великолепны Пусть Бог вас благословит, левиты Присаживайтесь, пожалуйста И как говорил брат Александр, прям с языка снял, что проходило вот два дня женской конференции Я уверен, что каждая женщина, которая была на этой конференции, она получила что-то от Господа Аминь, сестры Что-то малое Сестер говорят Аминь Хорошо, я хотел бы сейчас вот поблагодарить тех, кто организовывал эту конференцию для наших женщин Для наших милых мам, жен Это вот Наталья, Светлана Майорова Это Наталья Губенко Давайте воздадим славу Господу за них Благословляем вас Спасибо вам Если вы не смотрели, если вдруг вы не были на этих конференциях, на этих днях То вы можете посмотреть запись в прямом эфире И пусть Бог благословляет вас Я уверен, что каждый будет что-то получать от Господа Аминь Хорошо И приветствую всех, кто смотрит сейчас нас в прямом эфире Пусть Бог благословит вас и говорит сегодня слово в вашу жизнь И слово я сегодня назвал так Заветная мечта дьявола на твою жизнь Кто-то сказал о Знаете, две крайности есть в христианском мире среди верующих людей Я ее наблюдаю сегодня Первое Это когда люди не хотят упоминать имя дьявола в церкви Люди не хотят ничего говорить об этом Люди порой отвергают бесовское влияние на жизнь человека Боятся об этом говорить Это первая крайность И вторая крайность, когда я наблюдаю, что Верующие люди так восклицают Дьявол под нашими ногами Постоянно об этом наоборот говорят Постоянно скачут Кто-то сравнивает его там с собакой Например, и так далее То есть обесценивают силу Вот этого бесовского влияния порой на жизнь человека И знаете, я не пришел сегодня сюда для того, чтобы проповедовать дьявола Может быть, вам так показалось, но это не так Я скажу словами апостола Павла Он говорит в Коринфянам такие слова Мы проповедуем и возвещаем здесь Господа нашего Иисуса Христа Причем распятого Для иудеинов соблазн Для язычников безумие Мы говорим сегодня о Христе И поэтому настройтесь в свое сердце для того, чтобы принимать это слово Я уверен, сегодня каждый получит что-то от Господа И знаете, дорогой брат, дорогая сестра Я хочу сказать тебе, что дьявол строит планы на твою жизнь Дьявол строит планы на твою жизнь Можешь сказать это кому-нибудь рядом Если после твоих слов человек побежит куда-то, возьми его за руку Не отпускай Скажи, что сегодня ты узнаешь, как эти планы разрушить В Библии есть такие слова Давайте окунемся с вами в Слово Божие Есть такие слова Слова нашего Спасителя Иисуса Христа Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить Я же пришел для того, чтобы вы имели жизнь И жизнь с избытком Аминь Обратите внимание, это слова Иисуса Христа И Он говорит, что дьявол Вор, то есть дьявол, Он приходит Он приходит И порой Он приходит в жизнь верующего человека Это слова нашего Спасителя Для некоторых это слово так знакомо, да более знакомо Но мы порой читаем это слово между строк Поэтому сегодня я хочу вместе с вами окунуться в это слово Немного побольше, поглубже узнать это слово Этот посыл нашего Спасителя И копнуть, что же Он имел в виду в этой сокровищнице Нового Завета Итак, смысл сказанного Спасителем Вор, то есть дьявол, приходит, чтобы украсть и уничтожить все то хорошее, что есть в вашей жизни Он хочет испортить вам служение Он хочет испортить вам ваш бизнес Он хочет разрушить ваши семьи Слава Богу за сестру, которая говорила вот в этом ролике, да, такие слова, что Служите друг другу Служите друг другу в своих семьях И этот брак, он будет несокрушим Я вижу, как дьявол сегодня атакует семьи верующих людей Детей, карьеру Все это желает разрушить дьявол в твоей жизни Он жаждет уничтожить все, до чего у него дотянутся руки И в этом есть его заветная мечта От самого сотворения первого человека Итак, дьявол приходит для того, чтобы украсть Так вот, слово украсть в переводе с греческого означает Это клептуо И оно относится к ворам-карманникам Которые так хитро, так ловко порой залазят в карман человека Что человек не сразу обнаруживает, что его обокрали Я сталкивался когда-то с такими людьми Признаюсь вам, я помню, когда был неверующим человеком Я даже хотел освоить такое ремесло, вот карманника Потому что я видел, что у этих ребят всегда есть деньги Они всегда умудрялись, изловчались залезть кому-то в карман И что-то стащить из него Деньги, золото, часы, может быть, и так далее, и тому подобное Слава Богу, у меня это не получилось Так вот, Иисус этим словом открыл нам, насколько дьявол хитер и искусен Он знает, что если будет воровать открыто, то его проделки заметят Поэтому обкрадывают людей так хитроумно, что они не сразу замечают, что их обокрали Адам и Ева, первые люди, сотворенные Богом на этой земле Вкусили от дерева познания добра и зла Этот запретный плод, прообраз греха И они не сразу поняли, что оказались обворованными Они не сразу поняли, что лишились тех благословений Тех ценных взаимоотношений с Богом, которые были когда-то у Адама И мы видим дальше, читая историю, что Он начал прятаться Он начал прятаться в кустах И порой сегодня верующие люди, обворованные дьяволом в своей жизни, начинают прятаться Потому что впустили грех в свою жизнь Я вижу, как дьявол пытается украсть детей из наших семей Я не могу сегодня не говорить об этом Потому что я пастор, который служит подросткам и молодежи Это всегда в моем сердце Подростки, молодежь, я молюсь об этом Я молюсь о том, чтобы Бог поднимал детей И я вижу сегодня, как дьяволу удается украсть детей из наших семей Из наших тех ценностей Той веры, которую мы пытаемся им передать Помните, когда Бог выводил свой народ из Египта И там есть такие слова, когда пришел Моисей к фараону Фараон сказал ему, что идите Это исход 10.10, 10 глава, 10 стих Он сказал, идите и совершите служение Господу своему Но только зачем с детьми? Пусть дети ваши останутся здесь Так вот, если говорить об аналогии То фараон это прообраз дьявола Египет это прообраз греха То есть рабство, в котором находятся люди И дьявол сегодня так же порой говорит Иди, служи своему Богу Соверши это служение Но зачем с детьми? Пусть дети останутся дома Пусть они поспят Пусть они лучше учат математику, английский Пусть они лучше отоспятся в день воскресный Но не идут на собрание А ты иди и совершай свое служение Господу Мы порой, драгоценные, забываем, что дети это наше наследие Мы говорим об этом Мы говорим, что дети это наследие от Господа И это наследие, это будущее поколение То, что будет завтра с церковью Поэтому я умоляю вас, драгоценные родители Не позволяйте дьяволу забрать детей из ваших жизней Вот забрать ту веру, которую вы пытаетесь им передать Стойте в молитве за своих детей Проводите с ними время Вкладывайте в них те ценности Божьи Которые сегодня есть в вашем сердце Мы не должны в этом проиграть Мне понравилась фраза, один человек недавно сказал такое Что зачем нам наши победы в Господе без наших детей? Зачем нам успешный бизнес без наших детей? Когда дети будут жить в поражении, в греху, в этом рабстве Зачем нам успешное служение, мега-церковь Порой строим мега-церкви А дети живут в поражении, дети живут в грехе И это все сегодня, что нужно порой дьяволу, это украсть Из жизни верующих людей, детей Значение Часто дьявол посылает в разум человека такие мысли Которые крадут у него мир и радость И даже веру Человек ходит в церковь, а потом его нету Смотришь, ходит год-два, служит в одном служении, в другом Потом смотришь, брат изменился Потом смотришь, перестал ходить Радости уже той нету Миру уже того нету, который был раньше Я не раз сталкивался с такими людьми в церкви И так эклепту, неудержимое желание что-нибудь украсть Отсюда произошло слово клептоман И как клептоман Это люди зависимые Они не могут не украсть что-либо Не стянуть у кого-то что-то Не притащить что-то там чужое в дом Так и дьявол не может оставить вот это вот Одержимое свое желание Обокрасть верующего человека В этом есть его натура Не переживайте, в конце будет благая весть Все не так плохо Пока послушайте то, что сейчас есть Второе, о чем говорит Спаситель Вор приходит для того, чтобы убить И мы порой думаем о том, что вор, то есть дьявол приходит Для того, чтобы И даже я слышал такие вот речи Что он убивает жизнь человека Или вообще человека физически Или убивает его духовную составляющую сущность Но об этом ли говорится здесь? И если мы будем изучать перевод этого слова С греческого языка Оно означает принести в жертву Принести в жертву И изначально это слово относилось к жертвоприношению животных То есть мы должны понимать Что когда приносили животных в жертву Это было ценно Как сегодня говорил брат Александр О том, что мы приносим жертву То есть финансы сегодня Раньше люди приносили Богу жертву какую-то Может быть это овца, может быть быка Или еще что-то Это стоило денег То есть отказывались от чего-то дорогого Так вот, дьявол приходит для того, чтобы второе Именно в религиозном контексте Чтобы вы отказались в своей жизни От чего-то дорогого Принеси это в жертву Принеси это в жертву И если ему не удалось обокрасть И лишить благословения человека То он пытается делать все Чтобы человек Убедить его Чтобы человек отказался От своих принципов От своих христианских убеждений В своей жизни порой И он делает все для этого Посылая мысли Посылая людей Никогда не забуду Когда В моей жизни были такие люди Я называю их так Дьяволом посланные Богатые люди Приходили Звонили Накрывали там стол в ресторане Говорили одну фразу Зачем ты ходишь в церковь? Зачем ты тратишь свое время? Начни зарабатывать деньги Вставай со мной рядом Будем зарабатывать Зачем тебе это надо? У тебя скоро ребенок будет Откажись от этого Ну так прямо не говорил Но говорил в переносном Откажись от всего этого Другой то же самое говорил У одного и второго был бизнес Один умер сейчас Второй находится в розыске Всего лишился в Сочи В уголовном розыске Звонили недавно Помню мне милиция И спрашивала А где вот этот паренек? Мы его разыскиваем Оба в поражении Хотя в свое время Были оба в церкви Шли за Господом Пожертвовать чем-то дорогим Дьявол хочет Чтобы мы пожертвовали Чем-то дорогим И порой он создает Для этого стрессовые ситуации В нашей жизни Недавно мы проходили Период В который Церковь впала В такую стрессовую ситуацию Под названием Карантин Самоизоляции Пастор Гаг тогда же говорил О том, что многие церкви Просто позакрывались Люди впали в стресс И вот дьявол сеял мысли Не просто же так церковь закрылась Люди перестали ходить Люди перестали приносить Богу жертву Люди принесли другое Стали зарабатывать Просто отказались от своих принципов От своих убеждений Откажись От служения Откажись От своих принципов Даяния в церкви Откажись Тебе нужно самому зарабатывать Тебе нужно кормить свою семью И третье значение Погубить Описывает что-то разоренное Испорченное Пришедшее в негодность Уничтоженное Если вору Не удалось вас обокрасть Не удалось вас убедить Пожертвовать чем-то дорогим В вашей жизни Что вкладывают сегодня в Бог Он попытается это сделать И испортить Он попытается испортить Я Мне очень легко Приводить пример Взаимоотношения людей Смотрю молодая пара Приходит Благословенные Счастливые Розовые очки У одного У второго Потом смотришь Проходит какое-то время И уже по-другому смотрят Друг на друга Говорили о семье Да Я повторюсь об этом Молодожены Такие счастливые Цветы чуть ли не каждый день Подарки На руках носят Проходит время Вот она такая Секая Исповедуется Или как это назвать Не знаю Начинает уже по-другому Говорить о той Которую любил Испортить Взаимоотношения Не только молодых Я сейчас имею ввиду Взаимоотношения В церкви О Слушай Этот брат Такой классный Вообще Такой служитель Огненный Слава Богу Побольше бы таких Проходит какое-то время Да нет Вообще Ты видел Он Как на меня смотрит Да посмотри на его осанку Да посмотри на его мимику Да какой он служитель На рубашку его посмотри Разве может так выглядеть Благочестивый служитель И уже другое отношение И порой вот дьявол Вкрадывается в разум Человека Для того чтобы испортить Эти ценные взаимоотношения Которые каждый В церкви Должен стараться Строить Расширенное Толкование Евангелия От Иоанна 10 глава 10 стих Я хочу прочитать Вор хочет забрать Себе все хорошее Что есть в вашей жизни Этот вор Карманник Ищет любую возможность Проникнуть в вашу жизнь И унести с собой все Что вам дорого и ценно И это еще не все Когда он закончит Красть ваше благословение Он начнет воплощать Свой следующий план По обворовыванию вас Он будет создавать условия И ситуации такие ужасные Что вы не увидите Другого выхода Как только пожертвовать всем Что осталось После его предыдущих нападок Цель этого вора Полностью опустошить Вашу жизнь Разорить вас Если его ничто Не остановит Он обчистит вас Каждой области жизни Оставив ни с чем Не заблуждайтесь Конечная цель врага Вас уничтожить Благая весть Как я обещал Иисус Слава Богу Не поставил на этом точку На своей фразе Дальше он говорит Следующее Я пришел для того Чтобы вы Имели жизнь И он говорит Чтобы вы имели Жизнь С избытком Так вот В переводе С греческого языка Я хочу сказать Что означает Слово избыток Пожалуйста Послушай внимательно Дорогой брат и сестра Это означает Превосходящий Необыкновенный Чрезмерный Это не просто избыток Это Переизбыток Во всем И именно Такую жизнь Дает Иисус Христос Каждому Кто открывает Ему свое сердце Скажите аминь И воздайте ему Славу Благая весть Пошла Теперь будем Говорить о хорошем Такую жизнь Которую мы еще Никогда не видели И не знали И я первый Могу посвидетельствовать О том Что именно Такую жизнь Принес мне Иисус Христос Уверен Что если ты Не первый год В Боге Ты можешь Также засвидетельствовать И сказать Да Моя жизнь Изменилась Поэтому апостол Павел Когда-то писал Такие слова Что каждый из вас Каждый из вас Все вы Письма Христовы Все мечтаемые Всеми узнаваемые Прославляя Имя мое Имя Божье То есть каждый из вас Имеет какое-то Свидетельство в жизни О том Что Бог изменил Твою жизнь О том Что Он вернул Ту радость Которой не было Тот мир в сердце Вместо которого Когда-то была Дыра Именно такую жизнь Дает Иисус Христос Каждому Кто Открывает Ему Свою жизнь Аминь Сестра Давайте еще раз Прославим Нашего Бога Подарим Ему аплодисменты Иисус Иисус говорит Я пришел Чтобы вы Всегда имели Жизненную энергию Радость Удовлетворение Силу Интерес К жизни Никогда не забуду Те годы До Христа Когда просто Не было Интереса К жизни Не было цели Ты просто Прозебал Тратил свое Время Впустую На какие-то Удовольствия На какие-то Еще вещи Но не было Вот этого Интереса Не было Радости Не было мира Деньги Не приносили Никакого Удовольствия Только Иисус Христос Может восполнить Этот интерес Эту радость Этот мир В сердце Верующего человека И Он говорит Я пришел Чтобы вы могли Получить Эту не имеющую Себе равных Непревзойденную Несравненную Превосходнейшую Насыщенную Всеми благами Жизнь Я первый Свидетель Того Что Верен Обещавший Наш Бог Он такой И именно Такую жизнь Как и обещал Иисус Христос Когда-то Он принес Мне Я первый Свидетель этого Я сегодня Радуюсь Каждому Мгновению Радуюсь Тому Той семье Которую Бог мне подарил Радуюсь Той церкви Где Бог Меня сегодня Поставил Радуюсь Что я сегодня Имею общение С каждым Из вас Я благодарен Богу За ту семью Которую Он подарил Мне сегодня В своей христианской Жизни Вы будете Переживать Моменты Когда дьявол Попытается Связать вас Или нагнать Депрессию Но Есть Сила В имени Иисуса Первый Кто сказал Аминь Это Женя Мы часто Поем об этом Я Илью Всегда Вспоминаю В этой песне Есть Сила В имени Иисуса Есть Сила В имени Иисуса И мы Сегодня Имеем Эту силу Как его Последователи Силу Побеждать Силу Наступать На всякую Вражескую Плость Которая Порой Восстает На нашу Душу На нашу Жизнь Другими Словами Противостаньте Ему Говорит Апостол Твердую Верую Противостаньте И убежит От вас Есть Сила В имени Иисуса Христа Но когда бы Дьявол Не нападал На вас Прикажите Ему Замолчать Или убраться Во имя Иисуса Потому что В его Имени Есть Сила Не позволяйте Дьяволу Обокрасть Вас Не позволяйте Быть Обворованными Украсть Все то Хорошее То ценное Что сегодня Бог Дает вам В вашей Жизни Сила В имени Иисуса Раз Запомните Это Пожалуйста Второе Слово Его Которое Имеет силу И сам Спаситель Сам Иисус Показал нам Как нужно Прогонять Дьявола Из своей Семьи Из своей Жизни Из этих Атак Которые Складывают Сваливаются На нашу Жизнь Когда он Был в пустыне Помните Он противостал Ему Словом Божьим И дьявол Отступил От него Сам Спаситель Показал нам Пример Слово Его Поэтому Мой призыв Сегодня Изучайте Божье Слово Читайте Библию Каждый День Вникайте В это Слово Ройтесь Снем Как мы Сегодня Это Делаем Потому Что Слово Имеет Силу И Когда Будет Тяжело В твоей Жизни Ты Можешь Черпать Там Ответы Ты Можешь Там Черпать Ту Силу Которая Будет Тебе Давать Вдохновение Наступать На всякую Вражескую Плоть И Идти Вперед И Третье Не Совсем Приятное Порой Мы Как Верующие Люди Идем На компромиссы Со своим Благочестием И Теряем Эту силу В своих Словах Я Никогда Не Забуду Одного Человека У него 15 лет Он В свое Время Провел В местах Лишения Свободы Всю Жизнь Употреблял Наркотики Взрослый Парень Ему За 50 Было И Он Сидел Плакал Крокодилем Слезами И Говорил Ко Мне Приходил Дьявол Я Разговаривал С ним Я Ехал В машине Оборачиваюсь Не знаю Галлюцинации Это были Или что И смотрю Он сидит Я начинаю Молиться И говорит Отче наш Там Еще что-то Читать А он Смотрит На меня И говорит Слова То правильные Но силы У них Нет Так вот Порой Конечно Нету Силы Потому что Впустил Грех В свою Жизнь Потому что Жил В поражении Жил Криминалом Жил Наркотиком Так вот Порой Мы Впускаем Какие-то Компромиссы В свою Жизнь Компромиссы Со своим Благочестием Со своими Принципами Ну подумай Что такого Дать один раз Взятку Ну подумай Что в этом Такого Солгать Представителю Закона Один раз Потом покаешься Не впускайте Эти компромиссы В свою Жизнь Потому что Эти компромиссы Компромиссы Твоего Благочестия Они будут Лишать Тебя силы И власти Которая Есть В имени Иисуса Христа Поэтому Мы сегодня Должны Твердо Стоять На Божьих Принципах Своей жизни Доверять Господу Свою жизнь Молиться Ему Сближаться С ним Заветная Мечта Дьявола На вашу Жизнь Состоит 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 В том Чтобы Чтобы Были В Проигрыше Чтобы Ваши Дети Потеряли Спасение И ушли В мир В рабство Греха И разврата Чтобы Вы Болели Были В депрессии Ушли С головой Своей Заботы В рутину Суеты Пребывали В мрачном Состоянии И были Несчастны Но Иисус Хочет Дать вам Жизнь Несравненную Непревзойденную Превосходнейшую Именно Такую Жизнь Иисус Христос Хочет Дать Каждому Верующему В Него Человеку Воздай Ему Славу Не позволяйте Дьяволу Не позволяйте Обстоятельствам Стрессовым Ситуациям Порой В вашей жизни Лишать вас Этих Благословений Этих Принципов Этих Убеждений Которые Сегодня Есть В твоем Сердце Не позволяйте Есть Сила В имени Иисуса Иисус Даст Вам силы Противостоять Всякие Атаки Дьявола Его Слово Дает силы Дает вдохновение Противостоять Коварным Замыслам Дьявола Против вас Молись Взывай Стой в молитве За свою семью Вставай на колени За своего ребенка Бери посты Доноси до него Ценности Божьего Слова Потому что Никто это Кроме тебя Не сделает Кроме тебя Как матери Или кроме тебя Как отца Никто это Не сделает Ты 24 Часа С ним В сутки Ты можешь Донести Влиять Пока тем более Он несовершеннолетний Многие думают Да подумаешь Сейчас молодой Ничего страшного Походит Не походит Потом буду Влиять Нет Влиять 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 Пока есть Такие силы Пока есть Такие возможности Вкладывай Этот правильный Фундамент В жизни Своего Ребенка Слово Божье Имеет силу Разрушить Все планы Дьявола На вашу жизнь И мой Сегодня Призыв К вам Чтобы вы Стояли На его Слове Чтобы вы Не отступали От тех Принципов Которые Бог Сегодня Вкладывает В вашу Жизнь Есть Сила В имени Иисуса Давайте Встанем Сейчас Давайте Помолимся Я хочу Вместе С вами Помолиться Молитву Которую Бог Сегодня Положил Мне на Сердце Знаете Слово Божье Говорит Что День Дьявол Приходит Слово Божье Говорит Что Он Порой Строит Планы На Нашу Жизнь Но Иисус Христос Говорит Что Вы Сили Все Это Преодолеть Сегодня Вы Не Одиноки Сегодня Он Держит Каждого Кто Открывает Ему Своё Сердце Кто Посвящает Ему Свою Жизнь Цени Это Не Потеряйте Ценные Взаимоотношения В твоей Жизни Не Иди На Эти Компромиссы Которые Порой Предлагает Дьявол Тебе В твоей Жизни Компромиссы С твоим Благочестием С Чистотой Которую Бог Сегодня Дает Тебе Чистотой Основанные На Его Слове На Его Принципах И Давайте Помолимся С вами С вашего Позволения Я хотел бы Повести Вас В молитве Я буду Говорить Слова Вы просто Повторяйте За мной Эти слова От всего Сердца И Обратитесь К Богу Сейчас Господь Я так Благодарен Тебе За то Что Ты Пришел Чтобы Дать Мне Настоящую Жизнь Ты Спас Меня Не Для Того Чтобы До Конца Своих Дней Я Жил В Нищете И Терпел Лишения Ты Искупил Меня Не Для Того Чтобы Я Был Болен Пребывал В Мрачном Настроении Или В Депрессии Ты Пришел Чтобы Дать Мне Жизнь С Избытком Прости Меня За то Что Я Позволял Дьяволу Отговаривать Меня От тех Благословений Которые Ты Приготовил Мне И Моей Семье Депрессия Продолжение следует...